Добрый день! Здравствуйте, дорогие любители леса! Вас приветствуют грибоведы! Продолжаем знакомство с грибами наших лесов. Сегодня у нас очень интересный грибочек. Обычно мы его встречаем уже осенью и всегда на лежащих еловых бревнах. На лежащих именно. Да, не стоящих. Ну, хвойных, не только, наверное, еловых. Не знаю, я встречала только еловых. Вот. Это рядовка оливково-желтая. Еще ее называют трихоломо-псис декора. Да, украшенная. Она вообще очень красивая. На вид прекрасно выглядит. Цвет такой идеальный. Она, в самом деле, оливково-желтая. Яркая, красивая. Обычно круглая, совершенно ровная. В среденьке немножко темнеющая шляпка. Если присмотреться, на ней видны чешуйки. Такие очень-очень маленькие. Да, мелкие чешуйки такие. Поскольку сейчас очень сырые, чешуйки заметно слабо. Видно, видно, видно. Видно? Конечно. Ладно. Что видно? Какую-то букашку. А теперь на другой стороне посмотрим. Вот видите, какие ярко-желтые пластинки. Даже оливковые. Может, лимонные. Даже не знаю, как определить этот яркий-яркий цвет. Ага. Ножка обычно довольно тонкая. И она нынчали у самых пластинок светленькая, а потом становится темнее. Ну, вот ножка явно оливкового цвета. Они небольшие грибочки, довольно тоненькие. Ну, и с другой стороны, иногда встречается и покрупнее. Ну, вот эти, например. Да, вот. Вот это как бренышко лежит под мохом. Вот оно как лежит, так они и растут. И вот тоже парочка так вот. Ага. О, какая парочка. Давай их сюда к этим положим. И посмотрим. Вот они. Ну, пусть так. Пусть так. Поражает цвет. Яркий-яркий. Ну, такой... Ну, конечно же, такой цвет вызывает сразу снику. Страхи, опасения. А вдруг это... На самом деле, это съедобный гриб. Но поскольку он очень тоненький, ножка у него тоже тонкая, надо много их набрать, чтобы как-то так распробовать. Мы их всегда встречали, ну, один, одно бревно, ну, два. Они часто у нас не растут. Может, где-то и больше растут, не знаю. Но, во всяком случае, это позднеосенний. Да, по вкусу. По вкусу. Не очень. Не очень хороший гриб. Да, он такой. Никакой. Никакой. Но не ядовитый. И даже съедобный. И даже можно его не отваривать. Ну, если, конечно, соберетесь его есть, лучше все-таки отварить. Я думаю, лишним не будет. Вот родственник, ближайший родственник этого грибочка, это рядовка красно-желтая. Которая тоже растет на сосновых пнях. Тоже трихоломопсис. Да, трихоломопсис этот. Она такая же вот, такие же чешуйки, только чешуйки красного цвета. И поэтому кажется, что в ней красная голова, а пластинки такие же вот желтые. Может вырастать огромных размеров, но этих вот мы видели, ну, самое большое, ну, 8-10 сантиметров это предел. А сейчас они, вот видите, такие небольшенькие. Да. Но, тем не менее, несмотря на свой дедовитый цвет, съедобные, особо невкусные, но если ничего нет, так можно их собрать. Вот. При отваривании окрашивает воду такой в темный цвет. Поэтому, если отваривать, то может быть лучше с другими, отдельно от других грибов. Угу. Вот. Сейчас уже поздняя осень. Сегодня 10 октября. 2017 года. Угу. Мы надеемся, дорогие друзья, что помогаем вам разобраться в огромном и разнообразном царстве грибов. И с большой благодарностью примем любую вашу помощь. Наши реквизиты вы найдете на сайте или после каждого фильма на YouTube. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. На них будем отвечать. Постараемся рассказать все, что знаем о грибах. Ну, а вам желаем, чтобы ваши корзинки всегда были полными. Угу. Все. Удачи. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...